Скажите, вот такой вопрос. Вчера чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил о смерти Рамзана Кадырова. Это было такое вот очень короткое сообщение, там без всяких подробностей. Но за несколько дней до этого было много разных новостей из разных источников. Мол, Кадыров в коме и находится он в Москве, в центральной клинической больнице. И вот уже после этого появилось видео на официальном телеграм-канале Кадырова, его проходка вроде как улицами Грозного. И он всем советует прогулки на свежем воздухе. Как вы полагаете, что это было, да, и что на самом деле с Кадыровым? Ну, во-первых, таких вот консервных записей, которые можно опубликовать, конечно, достаточно много, поэтому они ни про что не говорят. Я вот попросил несколько друзей, которые там занимаются подобными вещами профессионально, проверить вообще там, когда был дождь в Грозном вот последние дни, да, то есть чтобы понять, когда это могло быть сделано хотя бы теоретически, если такая теоретическая, значит, возможность. Но в целом, как мы понимаем, доказательство это такое, довольно слабое. А свидетельств о том, что у него резкое обострение проблем со здоровьем, наоборот, есть несколько. И не только от Абубакара, но еще от нескольких источников, которые у нас есть. И поэтому, похоже, там действительно дыма без огня нет. Но подробностей мы не знаем. Эту информацию, конечно, российские власти тщательно скрывают, потому что для Путина очень важно, чтобы не началась резкая дестабилизация в Чечне. А Рамзан для него личный гарант этой самой стабильности. Все понимают, что там есть несколько влиятельных людей, которые в случае его смерти будут конкурировать за власть. И вот Кремль понимает, что если ситуация пойдет в разнос, это для них очень плохо. Ну вот и, кстати, вчера возле кремлевской больницы наблюдалось какое-то непонятное движение. Там были майбахи, прибывали на чеченских номерах еще с машинами охраны. И несколько БМВ, тоже были чеченские номера. Скажите, вот если Кадырова не станет, в Кремле попытаются скрывать это как можно дольше? И получится ли это у них? Тут есть такой вопрос, что вообще говоря по мусульманскому закону, похоронить должны в тот же день. И это прямое противоречие. Но все-таки здесь, я думаю, что соображения политические будут играть высшую роль. И тут надо понимать, что Путин относится к потенциальным проблемам в национальных республиках крайне серьезно. Вот такой этнический национализм – это то, чего он реально боится. И он боится нового взрыва в этом регионе, который замерили благодаря Кадыровым. Сначала Ахмад Хаджи, потом Рамзану. И, конечно, для них сейчас это серьезная проблема, очень серьезная проблема. Наверное, одна из самых главных в стране. А как вы считаете, подыскивают уже замену Кадырову? Понимают ли, кем должен быть новый человек? Каким он должен быть человек? Ну, я думаю, что 100% подыскивают. Я думаю, что также со 100% вероятностью у Путина есть целый список кандидатов, которые лежат на столе. Просто они не могли начинать это обсуждать, пока Рамзан был жив. Потому что это подорвало бы его авторитет и дестабилизировало бы ситуацию в республике и так далее. Но заготовка какая-то очевидная есть. Просто есть претенденты из его окружения. И там несколько человек, которые могут претендовать на власть в Чечне. Там видели Мханов и Таудов. Там еще есть претенденты. Но ни одна из этих кандидатур может Кремль не устроить. Потому что это только один из кланов. И, например, в том же самом соседнем Дагестане эта проблема решалась тем, что присылается человек извне. Не обязательно русский. То есть там были примеры, когда русский присылается. Но были примеры, когда присылаются люди из Татарстана, например, тоже, соответственно, исламского характера. То есть все-таки внешне по отношению к этим кланам. Для того, чтобы это был такой нулевой нейтральный вариант. Илья, мы в наших эфирах неоднократно говорили и с Иславом Белокиевым, и с Ахмедом Закаевым, и другими людьми о состоянии в целом здоровья Кадырова. Как вы считаете, это все-таки какие-то его исключительно физиологические процессы с ним происходят? Либо есть какое-то вмешательство извне? Потому что были уже и звучали версии о том, что Кадырова могли отравить, собственно, новичку. Ну, я бы не искал здесь конспирологии извне. Потому что я считаю, что это совершенно невыгодно Кремлю. И просто очень опасно лично для Путина. Другое дело, что, конечно, враги-то у Кадырова есть в этом. Это могло быть помимо Кремля. Это всегда такая версия есть. Но то, чтобы это было сделано по приказу Путина, я сильно-то сомневаюсь. Кроме того, есть реальная история болезни. Последний год даже с лишним все знают, что Кадыров тяжело болел. У него проблемы с почками. Это видно визуально на всех его эфирах. И это правда. Другое дело, что и эти проблемы могли изначально быть сделаны искусственно. Но все-таки слишком долгое время. Я не думаю, что при отравлении кто-то бы ждал такой большой срок. И еще интересный момент. Что будет с армией Кадырова, если его не станет? Мы знаем, что часть воюет в Украине. Огромная часть – это его личная охрана. Часть держат исключительно для того, чтобы расправляться с неугодными. И как вы думаете, как может отреагировать народ на смерть Кадырова? Потому что явно там не все поддерживают этого человека. Кадырова власть держалась, безусловно, на штыках московских и московских деньгах. То есть он был одновременно и посредником в отношениях между чеченцами и центром, и распределителем бюджета, и действительно руководителем крупнейшей силовой структуры, которая находилась в Чечне. Но, тем не менее, нету больших сомнений, что в случае исчезновения Москвы, вот этого фактора кремлевского, что ему было бы крайне тяжело удержать ситуацию внутри республики. Там действительно было бы большое количество врагов, которые бы тут же подняли бы свою голову. Рядом с Кадыровым есть несколько сильных силовых людей, которые де-факто и рулят, соответственно, этими вооруженными силами. Они никуда не делись, они продолжают ими рулить. Тот же самый Делимханов будет, там по-прежнему при силовом ресурсе и, соответственно, многие другие. Поэтому тут скорее вопрос дележки, вопрос действительно о власти, на кого сделает ставку Кремль, кому он даст мандат в этой ситуации. И я бы предположил, что скорее Кремль будет пытаться выставить какую-то нейтральную фигуру извне. Но Путин может испугаться, и если ему кто-то из нынешнего окружения Кадырова сможет продемонстрировать кулак, то может Путин с этим и согласиться. Он реально боится этих тем. А как вы считаете, сейчас у Кадырова есть некие политические амбиции или он, как человек больной, думает исключительно сейчас о своем выживании и дальнейшей своей судьбе на посту главы Чеченской республики? Ну, Рамзан, в принципе, человек амбициозный. И я думаю, что любой человек, тем более в его возрасте, а он молодой, все-таки воспринимает болезнь как нечто сугубо временное. То, что приходит и уходит, дальше вернемся в строй и, значит, еще всем покажем. Другое дело, в чем эти амбиции? У него долгое время была амбиция быть лидером всех исламских регионов России. И он к этой цели шел, столкнулся с противодействием татарских элит, несколько ограничился чисто кавказским регионом, но именно там Путин тоже решил сделать противовес. И поэтому людей из Татарстана посадил в Дагестане, как раз для того, чтобы уравновешивать вот эти вот самые амбиции Кадырова. Сейчас, я думаю, что Рамзан, будучи человеком крайне неглупым и достаточно далеко смотрящим вперед, понимает, что ситуация двигается к краху. И, по моим наблюдениям, он делал все шаги, направленные на подготовку независимости Чечни, ну, при всей, там, показной лояльности. Но он думал про то, что когда рухнет кремлевский режим, что он может перехватить пальму первенства и развернуться знамя независимости и удержаться тем самым у власти. Мне кажется, это была его цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова